и вот смотрите видите ручка упирается под планер на скольки он у меня летит 50 и так и сяк ему не нравится но он он еще летит да не комфорт и видите уже все все трясется ну и достаточно этой скорости просто дать ногу резко давать программу раз правую свалился но я ногу отпустил соответственно он сразу вышел можно было подержать ногу закрутить но представляете что друзья на кусочки дерева не перетяну там как бы за крыло то я не боюсь там фанеры дофига вот стабилизатор разлутили киль будет неприятно даю ногу об свалился об нормально все хорошо выше планера ниже планера происходят тут месиво можно сказать мясорубочка легкая даже тут стеклянный он дух месли носятся красиво работаем пытаемся выбрать максимум где нас летит по моему ниже меня диску диску ступлен как-то раком совершенно прилетел бланик это конечно мне очень не понравилось как баня тут рубанул ну ладно виднее блаником вообще конечно круто смотрите сколько планиров в одном наборчике как это нужно три глаза смотреть а тут еще снимать приходится ну зато каков контент огонь вот сейчас очень красивый друзья вид через форточку посмотрите незамутненный да прям ух очень красиво закралась трагическая ошибка мои расчеты собственно вот он аэродром а вот кстати финиш получился маршрут завершён не знаю как быть довольным собой или нет я доволен с точки зрения спортивной можно было привести не привозить вот эти 300 метров высоты которые притащил на аэродром избыточной из них выпарил и час у меня уже 600 метров потому что конечно настоящий боевой спортсмен жжет высоту в топке скорости обгоняет коллег там и так далее и тому подобное но задача этого маршрута было получить от него удовольствие в конце концов езжи в отпуске и слетать его как надежно это задача выполнена вылетаем балдеем радуемся прикольная часть полета сейчас пошла когда уже наплевать на маршрут потому что мы его пролетели можно просто дурака повалять в небе километр высоты и что я сейчас не знаю что с ним делать набрал просто для удовольствия и собственно сейчас дурака конечно повалять можно что нужно для этого сделать там кстати парапланерные вот этот квадрат дорог про планилиста летает вот как раз петля этого немана вот этот бирж на нас преной я думаю что можно сейчас попробовать сваливание еще поделать на этом плане капельку уменьшаю скорость до до минимума и вот смотрите видите ручка упирается под планер на скольки он у меня летит 50 прошу раз мы пытались топорить по программе скорости не знали но еще надо на пятидесяти у меня вот он оп летит еще вот он как качается вот он и так и сяк ему не нравится но он он еще летит до некомфорт и ведь уже все все трясется ну и достаточно этой скорости просто дать ногу резко давайте попробуем раз правую свалился но я ногу отпустил соответственно он сразу вышел можно было подержать ногу закрутить но представляете да друзья на кусочки дерева не перетянутым как бы за крыло то я не боюсь там фанеры дофига вот стабилизатор разуть или киль будет неприятно вроде как все это должно выдержать но поэтому закручивать прям стопор не хочу мне это и мне это интересно и начальный режим вот как как он сваливается как реагировать ручкой давай теперь левую сторону попробую качается зараза отсюда и тех кросс как опускает вот хитрован давайте еще раз так высота кстати на цели за высотой в таких игрушках 700 один один разочек и все не дает него тонноднос постоянно опускает и удержу то сейчас задрал сейчас удобно можно даю ногу об свалился об нормально он даже раскручиваться не хочет то есть он свалился и дальше мордой землю носом и выскакивает как пробка из бутылки конечно по штопору очень удачный планер но давайте посмотрим что эта штука может с точки зрения минимальной скорости спирально то есть вот я сейчас стою ну понятно что на 50 стоять не будет но в самом поведении вот сейчас я сегодня боялся крутить ручка полностью опять же до упора скорость вот он на 50 летит со скольжением конечно он уже сыпется он даже наверное и неэффективно летит уже качается ну вот 60 вот контролируемая сколько можно сейчас 6070 на 6070 он реально контролируется на нем можно наверное было бы парить но вот знаете как бывает некомфортно то есть вот планер не нравится мне как он себя ведет то есть он такой вялый противный такой фубе как говорит мой макс вот а вот допустим на 70 вот сейчас смотрите никаких фубе на 70 стоит спокойненько в поточке вот прям лапочка все значит нужно как я собственно целый день сегодня летал 70 километров в час и никаких гвоздей петлю на нем делать в принципе можно было бы на если он был перетянут и проверен но так все-таки знаете как бы жене я обещал быть приличным мальчиком не хулиганить поэтому разве что мы его сейчас разгоним до 180 посмотрим давайте попробуем но вот 180 желтый сектор дальше особо лезть не охота но летит ничего с ним не происходит да валит он триммер над переставить валит он будь здоров посмотрите 600 метров что он по запасу энергии может 600 метров вот если до 100 сбросить почти ничего не вы не отдает может немножечко запаздывает прибор но кстати на gp вот на этом будет поточнее давайте разгоняем опять на 180 по gps этому самому высотомеру 600 метров до и на себя ручку 612 620 666 670 ну так что-то такое нормальное ну что аэродром чтоб вам еще такое показать растут такая красота вы чайки внизу набирают высоту я давайте в речку спикирую просто дурака повалять с ума сошел вариометр опять скорость 180 еще раз раз вверх крыло в планету так сколько чтоб не ниже 400 метров потому что это будет уже некрасиво я буду мешать тем кто может там на аэродром прийти на базовой высоте заходить захочет зайти на посадку вот такое я люблю конечно чуть-чуть пошалить но в целом конечно на старом деревянном планере шалить это конечно не для него надо его просто пожалеть ну как же красиво хочется вот это летать то впитывать все эти виды не знаю чем чем нибудь впитывать видите работает краево сочетание речка и поля вокруг постоянно срезают в потоке давайте что ли покажу как мой планер сзади выглядит ю ну а что может еще старичок сколько у нас 500 высота высота не кончается видите тысячу которую набрал как я не хочу сбросить ничего у не получается переговариваются пилоты белых стеклопластиковых планеров которые летят на маршруты по маршруту сейчас я там типа ты с водой еще летишь ну да с водой а вода в такой день нужна потому что против ветра летится и вообще вода позволяет скорость нарастить потоки так достаточно сильный собственно зачем планер утяжеляют что такое двигатель планера двигатель планер в это его вес накопленная потенциальная энергия собственно высота умноженная на вес планера поэтому налив в налив воду вы увеличиваете возможность планера лететь на более высокой на более скажу там скоростной части поляры и планер такой конфигурации пролетает маршрут быстрее поэтому даже это настолько выгодно что на всевозможных соревнованиях есть весы на которых всех взвешивают там достаточно строго вот ну что давайте наверно запокажу заход с прямой притворюсь что я на долете никому не скажем 400 метров у меня высоты я дойду с аэродрома подпадом папа подальше на 3 километра и доложу что 3 километра с прямой сажусь так я доложил что я прямой сажусь но смотрите как это будет и так в принципе обычно финишируют все пилоты которые не такие двоечники как я то есть они летят на аэродром на минимальной высоте над елочками и так далее чтобы дотянуть до аэродрома совсем низко собственно как мы сейчас это и сделаем так ветер у нас понятно откуда ну так главное здесь не заиграться и не приземлиться в этот лес давайте я пониже спущусь чтобы вам по страшнее быть было мне то все равно я знаю что у меня в энергии скорости запас огромный ну кстати надо бы наверное ее сбросить выпуская воздушные тормоза потому что мне потом весь аэродром не пролететь вот сбросил до 150 знаете как бы некрасиво будет а вот подхожу к краю аэродрома типа раньше у нас бывало так что финиш был на краю аэродрома и приходилось финишировать вот так на край ржи какой-нибудь в орле будем считать что полоса это край ржи 150 и типа бабах финиш пройден ну а теперь можно просто над полем долго-долго лететь скорость у меня 150 и скорости 150 падающей постепенно по идее мне хватит долететь до ангаров 120 еще вот раскачал немножко планер сейчас будет 100 придется еще воздушные тормоза использовать ведь как летит летит на 100 летит как эти птицы ко мне прилетели все летит и летит блин тормоза выпускаю а то так я ангар пролечу вот вам и вот вам и деревяшечка да если бы тормоза не выпустил я был лес улетел лучше чуть-чуть не доехать друзья нежели слишком много вот видите он как у меня потом носиком клюет ох все спасибо время торт отлично звучал и отжурчал на небе не облачко как вы видите да то есть почему мы старались я старался на маршрут как можно раньше улететь да просто потому что была возможность лететь под облаками это конечно сильно упрощает полет хотелось вот просто пролететь красивый маршрут как с работающей скоростью со всеми пирогами на вот этом моем старинном деревянном планере я им доволен я даже считаю что я просто не реализовал сегодня все его возможности из-за того что просто постоянно перестраховывался а планер то летит просто чума так ну что у нас закон как законе у нас закончился за маршрут соревнования еще не закончились но маршрут был сегодня клёвый мне понравилось я уже в полете все рассказал теперь расскажет бенес тоже хорошо но только ветер сильный был для моего шпаться это челлендж даже тут я на вот этом скоростном уже болиде и то весь полет переживал за было что сегодня все вместе летали но там понемножку да да видели друг друга самое главное в этих соревнованиях душевность вот она присутствует нас мало ну мы еще не все там еще кто-то летает но такой в такой приятной компании вообще можно вот и не летать в общем то хотя тоже полетать иногда немножко нужно на этой оптимистичной ноте мы планера в ангаре обедать до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов ну